Сегодня на ледовой арене кипят нешуточные страсти. В товарищеском матче встретились команда Великого Устюга и Сыктывкара. Уступать в победе не хочет никто. Это уже не первая их встреча. Одна из таких игр состоялась в прошлом году в столице Республики Коми, где гости уступили со счетом 15-7. В этот раз преимущество оказалось на стороне наших хоккеистов. Итоговый счет 7-3. В каждом коллективе выбрали лучшего игрока и вручили им кубки. Я сбил три гола. Мы молодцы, выиграли. Вся команда посралась. Какие эмоции были во время? Эмоции очень сильные были. Сам турнир будет проходить в течение двух дней. Команды встретятся между собой и по итогам всех игр определят лучшую, которая и займет почетное первое место. Мы здесь будем проводить турнир, играть, пытаться занять призовые места. С каким настроем вы подходите? С боевым настроем будем биться. Но любая победа не обходится без серьезной подготовки и требует много времени и сил. Юным хоккеистам из Устюга приходится проводить на льду больше двух часов в день, чтобы научиться технике владения шайбой. В этом им помогает их тренер, который и во время игры находится рядом и помогает правильно занять позиции на площадке. Это очень тонкая материя настроить. Причем индивидуально каждому. И никогда не получается настроить, настроить. Тут очень сложно выгадать. Тут как бы они сами себе уже должны. Уверенность главное, уверенность все. На каждой игре со спортсменами присутствуют и их родители, которые не меньше детей переживают за исход матча. Очень рада, что сегодня выиграли. Молодцы. Начали очень здорово, зажигательно. В конце немножко подрасслабились, но все равно молодцы большие. Приятно было смотреть на них. Спасибо тренеру. На этом их соревнования не заканчиваются и уже в понедельник наша сборная отправляется в Шексну, где пройдет финальный этап золотой шайбы. Алена Белозерцева, Антон Карев, Новости провинции.